МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». Учебник любви. Такой отзыв получила книга воспоминаний Игоря Ромашко. Немного о том, что я видел, слышал, испытал в жизни. Долгожданная презентация книжной новинки состоялась Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Тютчева. Книга издана по благословению митрополита Брянского и Севского Александра Брянской епархии в 2018 году. Свои воспоминания Игорь Николаевич Ромашко написал спустя 25 лет после своего освобождения из лагеря в середине 50-х годов 20-го столетия. В силу особенностей времени дневниковые записи сына священника не были опубликованы. И вот спустя 60 лет автобиографическая повесть наконец-то вышла в свет. Выходу издания во многом способствовал племянник автора книги и внук репрессированного священнослужителя Николай Апухтин. Это было время недоброе для церкви, для верующих. И он мог показать свою эту историю жизненную только священнослужителям, священникам храма в Рыбинске, в котором он сам служил в качестве регента левого хора и псаломщика. Они прочитали с сочувствием, с сопереживанием, с интересом, дали очень хороший отзыв, положительный отзыв об этой работе. Николай Борисович приехал в Брянск по распределению после окончания Политехнического института в Ленинграде и более 40 лет проработал инженером-конструктором на Брянском машиностроительном заводе. Несколько лет назад Николай Борисович обратился в Брянскую епархию с просьбой опубликовать дневниковые записи его дяди. Повесть высоко оценили, и на протяжении 8 месяцев рукопись печаталась в газете «Брянские епархиальные ведомости». Митрополит Брянский и Севский Александр, ознакомившись с повестью, благословил издать книгу. Я, честно говоря, даже не ожидал такой реакции, потому что я знаю, что это дело затратное, трудоемкое. А я по всем своим параметрам старый русский, и у меня я не могу внести свой вклад, компенсировать эти расходы. Но вот такой вот ответ владыки и отца Михаила, который тоже считал, что она будет полезна, она будет интересна для всех, ну, они как-то вселили в меня надежду, что может быть и книга издана. И спасибо большое, спасибо великому коллективу епархии, отцу Михаилу и владыке Александру. Он проявил такое доброе участие, и сейчас он говорит, что я, говорит, очень рад, что напечатано, что книгу мы напечатали. Вот, и свершилось то, о чем я, в общем-то, и не особо и надеялся, на что особо не надеялся. На презентации книгу воспоминаний Игоря Ромашко представила заведующая отделом читального зала и основного книгохранения областной библиотеки Анна Бессакирная. В мероприятии приняли участие заведующий информационно-издательским отделом Брянской епархии Ирей Михаил Макухин, профессор Брянского государственного университета имени академика Петровского, доктор исторических наук Александр Михайлович Дубровский, племянник автора книги Николай Борисович Апухтин со своей семьей, а также школьники, студенты и читатели библиотеки. Презентация книги сопровождалась музыкальными номерами. Представить себе, когда у тебя отобрали все, у тебя отобрали возможность зарабатывать, Семен Макухин, когда на твои глаза умер отец, умер сынками подоноса, тогда не осуждали. Ну, нет, не осуждение, не зло, не какое-то вот желание мстить, о прощении и покаянии и осознании, что все равно Господь нас всех любит, и что вот Бог стоит над всем, и все вот эти испытания, их необходимо было пройти. Да не в погибель вам Выпала люто свечь Во испытаний рек Крепости верных влечь Кто желал нести В крест до последнего Тот испытуен был Вою Божию Молите о нас Православные Молите о нас Их Их Победниц Молите о нас Бога Я edited Спастись А душа К А Молите о нас В своих воспоминаниях Игорь Николаевич Ромашка описывает жизнь в древолюционные времена, и после большевистского переворота. В центре автобиографической повести судьба его семьи – отца священника Николая Ромашко, матери Людмилы Алексеевны и сестры Людмилы. В 30-е годы прошлого столетия по ложному доносу вся семья была арестована и по этапу отправлена на Север и Урал. Отец и сын были разлучены с сестрой и матерью. Родители так больше и не встретились. Священник Николай Ромашко умер в ссылке. Отбыв срок, семья в неполном составе воссоединилась, но раны перенесенных страданий тревожили их всю жизнь. Понимаете, очень важен этот голос из далекой истории. Книга была написана еще в 50-х годах прошлого века. Рассказывает о 20-х, о 30-х годах, кажется, даже много о 40-х. У нас не очень много таких свидетельств. Я имею в виду свидетельств всех людей, которые пережили вот такую трудную судьбу. Ведь, понимаете, времена были такие, что люди боялись писать дневники. Нередко их уничтожали, те, кто начал было писать. Вот мы в последнее время обращаемся к этим, скажем так, профессиональным историческим источникам. И для понимания того, что было, когда читаешь о том, что человек пропустил через свою душу, все это страшно важно. Не только для историка, но и просто для людей, которые живут в нашей стране и хотят понимать, какой путь она прошла. Книга «Немного о том, что я видел, слышал, испытал в жизни» – это живое свидетельство трагических страниц отечественной истории. События разворачиваются в Черниговской и Житомирской областях, а затем в местах ссылки героев – Архангельск, Коми, Урал, Вярославской области. Священник Николай Ромашко, отец автора книги, служил в селе Брусилов, в 18 километрах от Чернигово. В 1930 году 54-летний батюшка был арестован. Вместе со священнослужителем в ссылку отправили его жену Людмилу Алексеевну, сына Игоря и дочь Людмилу. В этой камере находились отец Алипий, отец Иоанн и другие знакомые. «Понятно мне здесь стало выражение, что с Богом и в аду рай, а без Бога и в раю ад был бы». Вечерами под воскресенье и праздничные дни мы, все церковные люди, пели вслух всеночные, и эта общая молитва вносила в души наши отраду и утешение. Сначала был Архангельск, работа на лесозаводе, суровый быт ссыльных, тяжелые работы и пронизывающий холод на русском севере. Подъем в 6 часов, потом скудный завтрак и, построившись в ряды, отправка на работу. Нас с отцом поставили пилить дрова на берегу Двины и складывать их в штабеля. С работы такого рода я был знаком еще дома, но беда заключалась в том, что требовалось обязательно выполнить норму, положенную на двух взрослых здоровых людей. Я же, в силу своего физического недостатка, мог работать только процентов на 30 от взрослого мужчины. Если же не выработать нормы, хлеба не дадут положенного количества, а тогда и совсем ног не протянешь. Вот бедному моему папе и пришлось работать, и за себя, и за меня. Из Архангельска священника Николая вместе с сыном перевели в область коми, зырян, где месяц они жили в лесу. Отец плел лапти и корзиночки, а я помогал ему добывать лыки. А то и просто мы ходили по лесу, молились, вспоминали родных и близких. В первые дни глушь и красота леса подавляли и поражали нас своим величием. Невольно вспоминали святые отцы, спасавшиеся в лесах. Через несколько дней после прибытия в лес отец доглядел, что возле барака, в куче всякого мусора, находится выброшенная, уже прокисшая и полузгнившая каша. Отец собрал эту кашу, переварил ее, подбавил немного муки, и мы такой кашей некоторое время питались. Среди ссыльных встречались епископы, священники и монашествующие. Так, епископ Брянский Карачевский Агапит, приговоренный к десяти годам лишения свободы, в 1931-м был этапирован в Зырянский край, сейчас Республика Коми. Освобожден досрочно, в 1933-м годом. За время нашего пребывания в Усть-Куломе мы познакомились со многими административными ссыльными. Жил здесь, между прочим, епископ Агапит Брянский, старичок уже. А в соседней деревушке Насим, завычигдой, епископы Стефан Калужский и Сергий, викарий Киевской епархии. Все они приходили молиться в Усть-Куломскую церковь по воскресеньям и праздникам. Жена и дочь священника Николая Ромашко в Кудымкоре устроились лучше отца с сыном. Людмила работала портнихой в швейной мастерской, а супруга сторожем этой же мастерской. Особо тяжелые времена для отца Николая настали весной 1933 года. Сын Игорь писал, мы действительно похожи были на униженных и оскорбленных. Приходилось спросить милостыню. Представьте себе, наступает утро, и вот из дома в дом ходят целые группы русских и просят пищи Христа ради. А у жителей самих-то никакого запаса нет. Где же им накормить всех голодных русских? Наступила жуткая для нас пора. Когда весной проросла зелень, суп начали варить из всякой травы или крапивы. С протянутой рукой ходили и батюшки, и простые люди. Отец Николай, ромашка, дедушка наш, он, хотя у него уже было здоровье подорвано, но он был бодр духом всегда. Уныния у него не было. Он, наоборот, утешал всех. К ним приходили много ссыльных, и он всех успокаивал, всех утешал. Вот не было. Но у них была убежденность, убежденность, что ради Бога все можно претерпеть. Вообще к папе часто приходили такие же изгнанники, какими были и мы сами. Приходили навестить, поговорить. Папа всех утешал, развеселял. Ибо у него самого всегда было мирное, спокойное состояние духа. То еще было положительное, потому что они даже умели находить в этих условиях, в тяжелых, отрадные моменты и радоваться жизни. Несмотря на несколько угнетенное общее состояние нашего духа в то время, мы с отцом не могли не восхищаться поистине волшебной красотой, представляющейся нашему взору. Представьте себе лес. Большие, толстые, высокие сосны. Много снега везде, светит полная луна. И таким лесом нужно ехать 80 километров. Только на пути встречаются два-три небольших селения. Конечно, если бы не ссылка, то подобного ничего не пришлось бы видеть никогда. В заключении священник Николай Ромашко пробыл три года. Батюшка заболел дизентерией, ухаживая за больными ссыльными. И в 1933 году, за месяц до дня рождения, отошел ко Господу. Отцу Николаю было 57 лет. Сын священника и автор повести Игорь Николаевич Ромашко прожил долгую жизнь. В 44 года он женился, но детей своих не было. Умер в 1986 в возрасте 82 лет. Его книга «Воспоминания. Немного о том, что я видел, слышал, испытал в жизни» теперь хранится в фондах Брянской областной библиотеки. Также со зданием можно познакомиться в брянских храмах. Удивительная книга «Воспоминаний» пронизана такой любовью к семье, к роду. Вот эти общечеловеческие ценности, которые хотел донести до нас автор, они для каждого поколения, для любого нашего читателя, составляют большую ценность. Поэтому мы приглашаем, книги есть у нас теперь на фонде, нам издатель бережно их передал. Поэтому приглашаем всех за этими книгами к нам. Я вот думаю, что смог бы я вынести то, что перенесли они, я сомневаюсь. Это действительно только вот такая вот горячая вера в Бога, что все делается по промыслу Божию, так должно, значит, быть. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч! Да хранит вас Господь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА